Председатель ГКНБ Хамчвик Ташиев отреагировал на ситуацию с митингами протеста рыночных торговцев. Я уже говорил о том, что торговцев по всей республике подняли как будто по тревоге. Ощущение специально подготовленных и организованных акций протеста здесь более чем очевидно. Генерал Хамчвик Ташиев поручил сотрудникам подразделения национальной безопасности проверить все рынки страны, уточнить в списке хозяев контейнеров и принять меры. Здравствуйте! Звучит весьма серьезно, не так ли? Особенно если принять во внимание тот факт, что за последние три года ни одно поручение или приказ главы ГКНБ не остались невыполненными и без соответствующих последствий. Согласитесь, что человек в форме генерала, руководитель государственной структуры, призванной обеспечивать национальную безопасность страны, в общем, именно таким и должен быть. Ну, то есть, человеком слово и дело. В противном случае, ни о каком порядке в стране, ни о какой безопасности населения и государственных объектов, ни о какой внутренней дисциплине, а тем более об авторитете государства во внешних взаимоотношениях, речи и быть не может. Поэтому, думаю, что указания, данные председателем ГКНБ, сотрудникам, следует воспринимать именно так, как оно и прозвучало, то есть абсолютно серьезно и недвусмысленно. И что же из этого указания следует? А следует то, что, очевидно, настала пора государству разобраться в вопросах законности прав нынешних хозяев рынка на владение этим имуществом и земельными участками. Разобраться, наверное, кто, когда и как, на каком основании стал обладателем рыночного клондайга в Кыргызстане. Во сколько им обошлась эта золотая жила и каковы истинные объемы доходов, которые получают владельцы рынков от деятельности своего детища? Эти вопросы требуют ответа уже давно. Ну, хотя бы потому, что в лихие 90-е и начало 2000-х в стране непрерывно шел процесс передела сфер влияния. И в этом процессе, по-моему, не последнюю роль играли и криминальные структуры. И если владельцы рынков не возьмутся сегодня же за наведение порядка в торговых рядах, за создание надлежащих условий для рядовых торговцев и покупателей, вопрос о возвращении рынков в государственную собственность будет вынесен на повестку дня. Если кто-то прислушивался к требованиям участников митингов, то должен был услышать в их призывах, помимо протестов против правил налогообложения и ККН, требование создать хотя бы элементарно приемлемые условия для работы на рынках. Интересная складывается шарада. Рынки ведь все в частных руках. Владельцы всем известные отечественные олигархи. А участники митинга требуют создания условий работы от государственной власти. Но почему не спросить об этом того же хозяина рынка? Отвечу. Наверное, потому что это в лучшем случае чревато потерей места для того же рядового торговца. Очевидно, надо разбираться и с владельцами контейнеров, которые получают от сдачи в аренду своей торговой точки весьма серьезный доход. По разным данным, аренда контейнера на бойком месте рынка варьируется от 2 до 5 тысяч долларов США. Конечно же, тут возможны различные варианты, плюс, минус, в зависимости от популярности и возможности рынка. Ну, в том числе. Но по меркам Кыргызстана и на фоне средних доходов нашего населения, доход владельца контейнера, ну просто неприлично высокий. А ведь многие на рынках имеют не один и даже не два контейнера. И тем не менее, и они же требуют оставить прежнюю патентную систему и выступают против ККН. В числе владельцев торговых контейнеров на крупнейших рынках республики, по некоторым данным, есть немало бывших и нынешних чиновников, депутатов, ныне действующих и, по большей части, бывших членов парламента. А также немало в этом списке успешных отечественных политиков. Глагба ГКНБ озвучил список имен владельцев крупных рынков, из которого следует, что все, кого он назвал, так или иначе были связаны с государственным и муниципальным управлением. Активно и довольно успешно присутствовали на политической арене Кыргызстана все эти 30 лет. Каждый в свое время, очевидно, урвал свой кусок благополучия. Председатель ГКНБ при этом не назвал пока владельцев контейнеров. Но, думаю, и этот список в скором времени будет уточнен. И спрос об их теневых доходах тоже, как говорится, не за горами, но в строгом соответствии с законом и с поручением Амчевика Ташиева. По решению президента Харгызской республики, как главы исполнительной власти и гаранта Конституции, срок обязательного повсеместного внедрения ККН и отмены патентов перенесен на 6 месяцев. До 1 июля 2024 года, очевидно, будут приостановлены все проверки и налоговые нововведения на рынках. А также налоговые льготы теперь будут относиться к тем предпринимателям, годовой доход которых не превышает ни 8 миллионов сомов, как это было до сих пор, а 15 миллионов сомов. Но это достаточно серьезный шаг со стороны государства навстречу требованиям рядовых торговцев. При всем при этом глава государства предупреждает, что если владельцы рынков не приведут в цивилизованный вид свои владения, не начнут наводить порядок в торговых рядах, то на рынках будет вводиться внешнее управление. Понятно, что внешнее управление предусматривает национализацию бизнес-субъекта и обязательное участие в этом процессе ведомства по управлению государственным имуществом. По мнению президента Садыра Джапарова, организация протестных акций торговцев – дело рук третьих сил. Сил, которые всегда готовы использовать любую ситуацию в Кыргызстане в своих целях. А цели эти известны – дестабилизация ситуации в республике, повышение градуса общественного недовольства и гражданского противостояния, за которыми обязательно следует, как правило, попытки смены власти, экономический откат страны, передел сверхвлияния и, конечно же, политический хаос. Это мы уже проходили и неоднократно. Ничего полезного и перспективного ни для блага жителей страны, ни для успешного развития государства в этих целях нет. И тем более нет в этих целях ничего, что призвано обеспечить и гарантировать национальную безопасность суверенной республики Кыргызстан. Всего вам доброго!